Доброе утро! Сегодня день уже не солнечный, значит скорее всего на улице тепло. Вчера было сказано, что завтракаю я практически всегда молочной кашей, но так как я вчера варила суп, то естественно чаша от мультиварки она занята этим супом. Я по контейнерам ничего не раздела. Я просто пришла и осознала, что у меня все эти контейнеры заняты другими вещами. Их надо освобождать. Я не знаю, сейчас думаю, чем же мне позавтракать. О, мусор убрали чистенько. Ну вот что значит. Закончились февральские праздники и сразу убрали, пришли к нам духовку и мусор выкинули. А то уж совсем честно было страшно смотреть. Я просто всегда думала, кто моет эти общие пространства. Оказывается есть специальная уборщица, которая приходит по определенным дням на каждый из этажей и моет полы, плиту, мусор выкидывает, раковины моет. Поэтому в принципе чистота поддерживается. Хотя вопрос о тараканах. Да, я видела здесь таракан. На кухне один раз видела таракана. У нас с ними еще нет никакой беды, но на других этажах бывает такой ад, что там нужно постоянно их травить. Слава Богу, что мне повезло с этажами. Решила все-таки освободить я чашу, потому что она нужна. Ну как, какой завтрак без молочной каши? Я уже с трудом представляю. В общем, вот такие контейнеры. Этого, конечно, едва хватит на столько супа, сколько у меня есть. Ну, не знаю, еще попробую, может куда-нибудь налить. Кстати, в принципе, я не переборщила с капустой и жижи тоже достаточно. Ща будет прикол. В итоге Ксюша решила на завтрак в 10 часов утра есть суп. Блин, ну он такой вкусный, он такой аппетитный. Не могу, вот хочется его. Всем приятного аппетита. Смотрите, что мне мама утром отправила. Мишка. Меня не всегда отправляют фотографии наших собачек. И в целом, какая погода в Краснодарском крае. Меня всегда так это радует. Скучаю по собачке моей любимой. Ну, в принципе, если бы я утром куда-то ехала, на учебу собиралась, я бы тоже плотного покушала. Потому что пока доберешься в город, пока столько часов уже пройдет, и уже голодный. Поэтому одной кашей сыт не будешь. Поэтому я обычно, если ехала на учебу, тоже что-то уже плотное ела, более такое обеденное. Утро начинается не с домашних дел. Работа у меня проектная. И можно сказать, что я работаю практически 24 на 7. И тут мне пришла информация, что мне нужно доработать один из моих проектов. Поэтому я сейчас сажусь, смотрю то, что мне прислали, какие комментарии. И буду их исправлять, чтобы отправить проект. Так что сегодня еще пойдем в коворкинг. Я загружу вчерашний влог. И буду загружать рабочие проекты. Я работаю видеомонтажером. Изначально я была в офисе, но выпросилась на удаленку, потому что в центр Питера очень долго выходит мне ездить из Петергофа. Поэтому работаю из дома, из общаги. Называется, хотела Ксюша себе устроить два выходных дня. В итоге все равно работаю. И так вот постоянно на протяжении последнего месяца. Сейчас уже закончила исправлять ошибки по моему проекту. Так что собираюсь, одеваюсь, иду в коворкинг, закачивая. Ну вот пока не проведен, собственно, в блок интернет, приходится ходить в коворкинг, потому что очень много гигабайтов весят все эти видеофайлы. И так как мобильный интернет у меня не безлимитный, а определенное количество ограниченное, у меня будет просто улетать тогда. Поэтому хожу в коворкинг, гружу, все эти материалы скачиваю. Пока вот так вот. Иду в коворкинг в двенадцатое общежитие. Это соседнее. Ну, пункт выглядит сегодня вот так вот. Кстати, слышала, что вроде бы в тринадцатой общаге тоже сделают коворкинг. Ну, не знаю. Сейчас она есть в двенадцатом и в шестнадцатом. И все. Пока сидела в коворкинге, солнце вышло, небо снова голубое, погода продолжает нас радовать. Решила я пойти в общагу по той причине, что ноутбук, кстати, там оставила в коворкинге, потому что надо закачать большой архив в целых сто гигов и сидеть два часа там. Но мне совсем не хочется. Вроде как поставила компьютер на такой режим, чтобы он не отключался. Надеюсь, что он загрузит мне этот архив по работе. Так что буду заниматься какими-то делами. Опять-таки в моей комнате так тепло, так нагревает. А я сидела в коворкинге, я настолько замерзла. Туда как будто, я не знаю, не попадает солнце, то ли из-за того, что там такие огромные окна. Я прям замерзла. Поэтому всегда, когда я там сижу, я даже бывает в куртке сижу. Вот настолько холодно. Я вот сейчас еще с девочкой-одногруппницей в коворкинге немножко так пообщалась. Она говорит, что она едет на пары. Хотя сейчас сидит, тоже там работает. Я вот думаю, может мне реально сегодня съездить на пары? Потому что ближайшую неделю я точно не смогу. А сегодня пары у меня в 5.20. То есть часа в 3 надо, наверное, из дома выходить. В принципе, к тому времени, наверное, закачается у меня уже тот проект. Я на электричку и поеду. Надо подумать. Как-то у меня все получается очень впритык. В 3 часа, где-то в 3 часа загрузится этот файл. Мне надо взять ноутбук, отнести его снова в комнату. А обычно я уже в 3 часа выхожу на электричку, потому что она через несколько минут, через 20 минут или через 30. И я даже не знаю, успею я или нет. Но мне очень нужно закачать этот архив. Что это было? Проверка опять оповещения. Я вообще не понимаю, что там говорили. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Я услышала слово. Ленобласть это уже предположение. Петергоф же это еще считается пригород Питера. Еще не область. Вроде как. Если я не права, поправьте. Сажусь обедать. Потом, как и по планам, коворкин за ноутбуком. Посмотрю по времени, как что. Но, в общем, я решила ехать сегодня на учебу. У меня 2 пары будут. Вернусь очень поздно. Меня спросили в комментариях, как я успеваю работать и учиться. У меня проектная занятость. То есть я могу, допустим, сколько-то дней работать. Потом взять выходной. И сходить на учебу. И потом снова на следующий день, например, работать. Но в большинстве своем так получается, что из-за работы я не могу вообще никуда поехать в город на учебу. Ну и, собственно, пропускаю. У нас большая часть студентов в моей группе работает. Поэтому у многих именно такая же ситуация. Наверное, везет тем, кто живет в городе. Потому что они могут вечером успевать на учебу. Учеба у меня во вторую смену. А так как я живу в общежитии, это минимум 2 часа ехать, то я никак не успею поработать, все выполнить срок и еще успеть приехать на учебу. Поэтому приходится ставить какие-то приоритеты. Да, многие преподаватели следят за посещаемостью. Но, как говорится, ты пропустил, будешь отвечать на сессии, за свои пропуски, за свою прогулу. Ну а что делать? К сожалению, у нас государство не поддерживает студентов. И в любом случае приходится на что-то жить. И без денег не проживешь. Приходится работать. В принципе успеваю. Я действительно успела и даже вышла вовремя. Сейчас выдвигаюсь на электричку. Ласточка вроде бы будет. Еду на учебу. Немножко запыхалась, потому что бегала и носила ноутбук обратно в комнату. Не хотелось его на пары тащить. Тяжести сегодня, потому что у нас будет лекция одна и практику на компьютерах. Так что ноутбук не нужен. Как всегда, на электричку уйду через лесное КПП. В принципе, я уже и показывала вам эту дорогу. Но покажу еще раз. Лесочек тут есть такой. Я уже поняла, во сколько правильно выходить мне. И сейчас я покупаю билеты на электричку. В телефоне, в мобильном приложении. Поэтому не трачу время на стояние около кассы. Как я раньше покупала печатные билеты. Сделала все как полагается. Оформила в приложении студенческую льготу. И теперь экономлю время хотя бы на том, чтобы не выходить сильно заранее на велку. Беру с собой наушники. А тут что-то забыла. Еду слушаю музыку сегодня. Видимо, буду просто наблюдать в окно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот я и в центре Питера. Сейчас езжу до Адмиралтейской. Хотя большую часть года я проездила до Спортивной. Но мне хочется больше смотреть красивости. Все-таки спортивной или Адмиралтейской. Где Дворцовая, Невский проспект. Ну, выбор очевиден. Что касается улиц, то Питерские улицы выглядят 28 февраля. Вот таким вот образом. И еще успеваю поймать солнечные лучи. Ой, какое яркое солнышко. Красота-то какая. В общем, если в целом посчитать, то получается, что моя дорога до университета занимает 2 часа 20 минут. Это вот на пару, которая начинается в 5.20. У меня остается полчаса, и вот за эти полчаса, а точнее минут за 20, я как раз таки дойду до факультета. Перегородили спуск к Неве. Видимо, потому что лед очень тоненький. И чтоб люди особо отчаянные не лезли на лед и не проваливались. Потому что да, опасненько. Удивительно, что в этом году лед не такой вот поломанный, как обычно бывает. Каким я его видела, когда меня это впечатлило. А он ровненький. Это о чем говорить? Наверное, то, что были морозы, и вода не пошла. Вот там вода под мостом, а вот здесь вот лед. Ну и как вы понимаете, мой университет находится вот там вот, совсем рядом с кунсткамерой. И самый узнаваемый вид Петербурга. Эрмитаж, дворцовый мост. Вот скажите мне, пожалуйста, я здесь уже в Питере, ну если в целом в совокупности посчитать, очень давно, ну относительно, в общем немало времени. Но я еще ни разу не видела, как разводят мосты. Наверное, потому что это все происходит ночью, и, собственно, ночью мне хочется спать. Но, может быть, летом-то я все-таки реализую это, уверу когда-нибудь разводные-то мосты. Фишка-то одной из главных Петербурга. Надеюсь. Ну и как не сказать-то, мама, папа, привет. Привет вам из Петербурга. Красивого города на Неве. Посмотрела сейчас прогноз погоды. Оказывается, в Петербурге плюс один. Плюс один. Но, честно говоря, вот ветерок есть и достаточно прохладно. Я еще без перчаток иду. У меня есть с собой, но я что-то не надеваю их. Но вчера почему-то казалось, что было теплее. Наверное, из-за того, что отсутствовал ветер. Вот на листочке все написано. Юлия Фашина. Вы в прошлый раз заходили? Ну, да вот как-то там что-то, знаете. Кто что помогает, да? Ксения. Ксения тоже. Ну, она уже придумала. Да. Ну, что ж, на сегодня пары закончились. Отпустили нас раньше с последней пары, потому что было всего лишь два человека. На первой паре было пять человек. На второй осталось только я и староста. Вот так вот. Сейчас бегу-бегу на электричку и еду в пункт. Хорошо, что отпустили раньше. Я хоть дома окажусь раньше. Мне сегодня очень понравилось, как прошло практическое задание в компьютерном классе. Мы там работали с, можно сказать, с фондами Русского музея. Знаете, бывают такие интерактивные доски. Я даже не знаю, как они называются правильно. Вот. И мы работаем вот с большой базой этих информационных программ. И можем составлять задания для школьников. Что-то такое педагогическое даже больше. Почему мы с ними работаем? Потому что предмет называется «Инновационные технологии в музее». Что-то вот такое. И светит фонарь, давно такая школьник кино. Я тебя зову. В кабак, конечно. У-у-у-у-у-у, свеклосница. У-у-у-у-у-у, свеклосница. Пока еду в электричке, вспомнился такой локальный среди студентов прикол, что можно случайно уехать на электричке, на какой-нибудь Аронинмаум или конечную калище, если ты уснул, особенно вечером, особенно если это твоя последняя электричка, которая в принципе ходит. И что делать в таких ситуациях? Во-первых, для того, чтобы таких казусов не было, я обязательно оставлю будильник на телефоне. И как выбирались из такой ситуации студенты, которые в нее попадали? Некоторые рассказывали, что они шли пешком по рельсам или же ночевали на конечной. Наконец-то я пришла домой и, честно, единственное, чего мне сейчас хочется, это покушать. Налила борщ в маленькую тарелочку до краев. В итоге все равно пролила. Пыталась донести, но не получилось. Кто вообще наливает до краев? Сейчас кушаю и иду продолжать работать в каворкинг. Время у нас 10 вечера. Я кушала последний раз в 2 дня. Сейчас 10. 8 часов назад. И так всегда. Сейчас можно не только скачать рабочие файлы, но еще отмонтировать влог. Как-то не рассчитала. Я сегодня все из-за того, что учеба поздно вернулась. Еще, наверное, не один час я здесь просижу. В общем, я вернулась. Очень уже устала, потому что время... Час ночи. Первое марта. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok